Привет дорогие друзья! Это видео о том, что происходит, когда ничего не происходит. Ну не торопитесь расходиться, это видео не о пустоте. Я просто хочу показать, что происходит, когда не наказывается зло. Когда к злу относятся, ну так, снисходительно. Смотрите, времена Януковича. Дела давно минувших дней. И выступление священника. С ворогом не может быть инакшей размовы, как размова куль и по силу гарма. Выло, насколько я понимаю, то есть с врагами надо вот так вот. У него свой собственный новый завет, новый новый завет. Потому что это священник. Он не может не знать, молитесь за врагов ваших, да, благословляйте проклинающих вас. Нет, с врагом не может быть другой беседы, кроме как пуля. Это священник нахрен. С ворогом не может быть инакшей размовы, как размовляет с ними наш двер. Не вполне расслышал, кто там размовляет, но что-то там, короче, как-то по-плохому с врагами надо разговаривать. Это мне напоминает проповеди пастора Махненко. Помните, был такой псих невменяемый, которому доверили детей, что он с ними детьми делал. Лучше я даже видео говорить не буду. Так вот он в последнее время пропал, боясь того, что может обнародоваться. Что касательно его отношений с детьми, да. Вот. Он в свое время тоже там рассказывал, помните, стрелять, расстреливать, вот эти вот пулеметы, да. С ворогом не может быть инакшей размовы, как шумить наш лес. Шумить наш лес, мотузками на яких повеснуть коммунистов. Повесить коммунистов, да. Веревки повесить коммунистов и все. Должен ли был этот человек оставаться не то, что в церкви, не то, что в облачении выходить, не то, что вот этим лопухам, которые стоят там в грязных спортивных костюмах, и они же думают, что это же священник. Не то, что вот этим лопухам проповеди читать. А мог ли он находиться на удалении в 500 ярдов от церкви? Конечно, не мог. Его надо было дать ему поджопник такой, чтобы летел Кубарем. Ему надо было срок дать, чтобы запомнил навсегда, и другие, чтобы запомнили. Возьми в руку зброю и втрать страх. Откинь свой страх, не час теперь бояться. То есть, это призывы. Возьми в руки оружие, потеряй страх. Эта страна еще не разделена ничем. Нет, это просто западная Украина. Западная Украина, вот, и тут, знаете, возникает вопрос, а кто вообще был сепаратистом изначально? Не вот такие вот священники. Конечно же, украинец не может отбирать твой дом. Кстати, мне вот интересно, жиды, москали или негры все-таки отбирают землю у людей под Киевом, вот в Василькове. Не встречал там. И китайцев вроде тоже не видел вместе с арабами. Украинцы у украинцев. Но суть не в этом. Суть в том, что вот это вот, это статья Уголовного кодекса. Ну а тогда, как Янукович, так и окружающие его граждане смотрели на это сквозь пальцы. Они думали, да ну, ну зачем как бы это? Все же нормально как бы. Потоки идут, все получается. Не обратим внимания. И только от каждого из нас это будет зависеть, насколько наша рука не сдрыгнется перед ворогом. Рука не сдрыгнется. Ну, ты вот этот дебильный подстрекатель. Видео с ним разошлось тогда, я помню, массово. И должна была, обязана была власть как-то отреагировать. Не отреагировала никак. Вялая потому, что была. Самодовольная, сытая. Насколько наше око будет цельно тримать в прицеле сегодняшнюю владу. В прицеле держать власть, да? Угар. Это угар. Насколько не будем поддавать им страху, чтобы горела под ними земля, как горят сегодняшние факелы. Вот такой. Страх, чтобы у власти был, чтобы земля под ней горела и так далее. Вот это выпердится и пойдет дальше переодеваться, знаете, такой священник. Нормально, а что? То ж хай наши сердца укрепляться крыцею. Хай наша рука затвердне прикладом. Затвердне прикладом. В общем, затвердила у него рука прикладом. Это украинская греко-католическая церковь. Священник украинской греко-католической церкви. Тогда это осудили. Ну как осудили. Он нехорошо, знаете. Осудил глава украинской греко-католической церкви. И главный раввин Украины. Вот, они экстремистское выступление осудили. И знаете, какое наказание было назначено? Ой, не поверите. Слишком суровое, я считаю. Потому что ему поручили, сколько там, месяц, да? Находиться, да, месяц. Находиться в монастыре. Покаяние, мол. Покаяние. Вот он отбыл в монастыре. Прошли годы. Сегодня новая власть уже у руля. Но новая власть чем-то мне отдаленно напоминает власть Януковича. Не понимаю, в чем же сходство? Каждый сантиметр земли у того же самого Золотого. На Песках, на Гавдии, на Широкино. Звідки ця зеленая гнида. Хочет вывезти украинские войска. Это не тот ли психбольной? Тот. Это то самое чепушило, которое тогда раздувало рознь. Которое тогда раздувало и межнациональную рознь. И просто призывало к каким-то убийствам. Сейчас это чучело рассказывает про зеленую гниду. Находится там же. Находится в том же облачении. Полита нашою украинською кровью. Не ихнюю. Им все одно. Вони пришли тут художники на миссаре. Покрали, пописали. И назад в Израиль. Назад в Израиль. Опять эти вездесущие жиды. Почему это чучело продолжает вещать? Почему это чучело продолжает находиться в облачении? Почему он вообще не сидит? Нам тут же это. И нам сказатые мне. Слава Украине! Героям слава! Давай. Давай. Почему новая власть ничего не делает? Я там читаю. СБУ должно найти Джокера. Который там переписки делает. Пишет, что это Шарий. Мы его уже нашли. Вот это обсуждение. Вся фигня как бы. Нашли. Так берите. Берите голыми руками. Но они не делают то, что они должны делать. Потому что это чисто экстремизм. Потому что вот это вот. Это продолжение того, что было годы назад. И то, что было годы назад, в итоге привело к разделению страны и к ужасу. Вы спросите, а что бы делал ты? А я вам покажу, что делаем мы, не являясь властью. Не получив даже депутатских полномочий. Даже на местах. Что делаем мы? В взаимодействии с правоохранительными органами. Которые, слава богу, работают. Я вам уже рассказывал, как в Запорожье напал психически неадекватный явно человек. С ножом. Впрочем, это не освобождает его от уголовной ответственности на наших активистов. Вот запись видеокамер. Вон наша палаточка стоит. Наши ребята стоят. Никого не трогают. А вот приближается наш дружище. Привет, привет. С рюкзаком. У него был нож при себе. Вот он пришел. Сейчас я вам покажу еще запись видеокамеры. Которая его зафиксировала. Понимаете, они же все... Вон он прячется за столбом. Видите, жовто-блокитный столб. И он за ним прячется. Они же все думают, что они останутся безнаказанными. Хотя вот ему явно страшненько. Или он ждет какой-то команды. Тасуется возле холодильника какого-то ларька. Чешет репу свою. И готовится напасть. Напасть с ножом. Слава богу, он никого не порезал. Хотя я думаю, что мог бы. Вот он отправляется. Все. Решился. Он отправился. И сейчас там будет происходить то, что будет происходить. Уже там буквально через полминуты он убегает. Убегает. Быстрым шагом спускается вниз. Рыло его нами зафиксировано. И вполне четко видно. Не ожидал, наверное. Привет, привет. Мы, я вам уже говорил, что опознали. Это ранее судимый местный житель. Есть у нас видео. Вот смотрите. Есть у нас видео и выхода его из перехода. Ах, как оно, да, получается. Есть видео его подельницы неадекватной, которая приперлась туда с плакатом про Крым. Причем написанным на английском языке. Вот она идет. Вот идет. Она будет цеплять людей на улице и показывать им свой плакат. Вот, видите. Почему не написать по-русски в таком случае? И кому она хотела что доказать, тоже непонятно вполне. Она идет, пристает к людям. Ну, много есть психически не очень здоровых людей. Это надо признать. При этом подсудных. Вон, видите. Ходит, ходит. Не находит отклика. Не находит отклика ее плакат. Молодые люди ржут над ней. Не получается. Кремель из Украины. Ну, что же делать? Что же делать? Пойду-ка я, наверное, к палатке вот этих молодых людей и подокапываю их. Да? Ну, вот она пришла и начала там что-то там показывать, рассказывать, а потом слилась в туман. Итог всей басни таков. Наш герой, который не боялся нападать на молодых людей с ножом, сейчас плачет, унижается и рассказывает, что это был вовсе не он. Потому что, как вы понимаете, он уже арестован. Он арестован. Его сейчас допрашивают и проходят следственные действия. Я абсолютно убежден, что там будет 296-я статья и не первая часть, а четвертая. Потому что заранее приготовил он орудие преступления и из мотивов неуважения к обществу напал на молодых людей. Мы проследим за тем, чтобы эта гнида села. Я думаю, что мы будем устраивать время от времени такого рода показательные дела для того, чтобы продемонстрировать, как надо обходиться с такого рода людьми. У меня все. Надеюсь, мой тонкий посыл новой властью усвоен. Они смотрят и, я надеюсь, мотают на ус. Спасибо всем. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока.